Суд над полковником Квачковым подходит к своему завершению. Так кто же он, этот полковник Квачков? Мятежник и террорист, как утверждает обвинение, или просто неравнодушный гражданин, неугодный сложившийся в России фашистской системе. Владимир Квачков – кость в горле чубайсятины. Чтобы посадить полковника, были брошены лучшие силы ГБшных провокаторов. Официально суд считается открытым, но для судебных заседаний был выделен такой маленький зал, словно лилипуты судят Гулливера, а все желающие присутствовать на суде просто не допускаются. Мы сейчас составили акт в том, что не допустили такое количество людей с подписями этих людей. Этот акт отказался подписать главный пристав, который не допускал и дал указания своим сотрудникам не допускать нас уже даже просто под дверь в зал судебного заседания. Далее я намерена обжаловать действия этого главного судебного пристава Мосгорсуда, видимо, в суде. Акт будет как доказательство тому, что произошло. И сегодня мы подаем очередное заявление с подписью людей, с подписями людей, с просьбой выделить зал все-таки соответствующего объема, который сможет вместить всех желающих. Полковнику Квачкову 64 года и то, как они гнали судебное заседание, когда человека каждый день вызывали в суд в течение четырех дней. А надо понимать, что, во-первых, в СИЗО, в изолятор он возвращается, это в 23 часа, подъем это в 4 часа утра, никакого горячего обеда, ни прогулки, то, что ему дают сухой паек с собой, ему невозможно кушать, потому что у него больной желудок, у него проблемы со здоровьем. Это же шлино брать банан, мандарин и яблоко. Это просто, я считаю, это издевательственное. А, да, и к тому же по 4 часа сидит, спускали в автозак, после суда, и 4 часа он просидел, простоял в стакане, это железный ящик, это накануне того, как он должен был выступить вот в понедельник с этими показаниями своими. То есть ему не дали, даже просили адвокаты, чтобы дали день на подготовку, отказали. Инкриминируют организацию вооруженного мятежа и вовлечение лиц в занятие террористической деятельностью. 279-й через 30-ю и 205-й прим. Он организовывал, терроризировал? Да нет, ну что вы. Более того, у нас те свидетели, которые на следствие давали показания, что вроде как бы они слышали о каком-то планируемом вооруженном мятеже в суде, отказались от своих показаний и сказали, что эти показания были выбиты у них следователями ФСБ под пытками. Людей по 20 часов в сутки допрашивали, лишали сна, лишали еды. Одному из свидетелей надевали на голову пластиковый пакет. То есть пытки в самом классическом варианте. И даже после пластикового пакета, когда человек отказался оговаривать Владимиру Васильевичу Квачкову, ему сказали, ну у тебя ведь беременная жена? Кажется, ребенка ждет первого. Ребенка не родит и сама сдохнет на родильном столе. И вот на этом они его сломали. Он подписал все, что от него требовалось. На суде он отказался от своих показаний, рассказал, каким образом его заставили это подписать. На издевательский вопрос судьи о том, что что же вы сейчас не боитесь, что же вы такой смелый-то сегодня. Он сказал, да, не боюсь, потому что ребенок у меня родился, слава тебе Господи, а женой я развелся. Поэтому больше меня уже пугать нечем. То есть я за правду. Вот он это все нам рассказал. После этого запретили пускать в зал прессу. У нас часть заседаний, допрос свидетелей, большей частью шел в отсутствие представителей прессы в зале. И вот только на показания, на понедельник, когда Владимир Васильевич давал показания, были допущены представители СМИ. И сегодня, например. А на чем тогда базируется обвинение, если все свидетели отказались от показаний? Не все. Есть ряд провокаторов. И Владимир Васильевич, когда давал показания свои в понедельник, он назвал фамилии этих провокаторов, часть которых у нас в деле фигурирует под псевдонимами. Назовите их, пожалуйста. Так, мне надо тетрадочку посмотреть. Я на память не помню. Один из них Каплюк. То есть основным провокатором Владимир Васильевич называл свидетеля Каплюка, который был внедрен в его окружение практически сразу после выхода его из тюрьмы. Вторым провокатором он нам называл Крыжановского, который был подсажен еще в четвертый изолятор к нему в камеру. Тоже является профессиональным провокатором, который выводил Владимира Васильевича на разговоры провокационного характера, чуть ли там не предлагая покупать оружие. Все эти предложения были Квачковым отвергнуты. И он на любое такое предложение незаконно отвечал, что деятельность НОМП направлена на разъяснение, на просветительскую работу, на научную работу, на то, чтобы на аналитическую работу. Наша цель выходить с рядом предложений либо аналитических записок к правительству, к Государственной Думе, а также проводить ряд научно-практических занятий для того, чтобы население страны, ну и мужское, женское, было готово дать отпор врагу, то есть интервентам, которые вторгнутся на нашу территорию. То есть и в данном случае вся история России говорит о том, что наиболее эффективным способом борьбы с врагом на территории России является партизанская война. И такие научно-практические занятия планировались, но не проводились, потому что Владимир Васильевич трижды в неделю посещал судебные заседания Московского областного суда и мы вот с коллегой Першиным, то есть это все было именно таким образом сделано, что не было возможности даже занятия провести. Но базируясь на показаниях ряда провокаторов, суд скорее всего сделает вывод, что ну раз такие разговоры велись, то вероятно подготовка велась. И доказательства основные по делу, даже не показания свидетелей, которые в общем отказались в большинстве своем от своих показаний, а это прослушивание, это аудиозаписи в результате негласного прослушивания в квартире Владимира Васильевича Квачкова, ну и опять же... Нелегального прослушивания? Нет, оно было в рамках уголовного дела, но не этого по покушению на Чубайса. Поэтому мы удивляемся, каким образом оперативно-розыскные мероприятия, которые проводились по другому делу, вдруг фигурируют у нас в качестве доказательств. Это невозможно. Но у ФСБ у нас такие сказочники, то есть все невозможность становится возможным. А Владимир Васильевич, ты покушался на Чубайса или нет? Нет, суд его дважды оправдал, но как вы думаете, если бы был хоть какой-то намек на то, чтобы он покушался, неужели бы он оставался на свободе? Смотрите, что получается, не покушался, не планировал, не терроризировал. За что же судят-то? Я вот думаю, что как раз за то, что некоему нашему технологу, нанотехнологу не удалось доказать факт покушения на него, а это ему на тот момент политически было крайне необходимо. В результате именно оценок, которые были высказаны в адрес отдельно взятого нанотехнолога, я думаю, что мы здесь имеем просто личную вензету. И, ну, кроме того, в мемуарах, которые были опубликованы, сам Чубайс говорил, что он никогда не прощает высказывания в свой адрес и никогда не забывает обид. А обиды ему, конечно, были нанесены, имиджевые, ну, в общем-то, в выражениях не стеснялись. Это не секретно, что практически на каждой кухне идут разговоры, что власть надо менять, что власть пора уже тем или иным путем, вплоть до свержения. Но это кухонные разговоры. И то, что даже если Владимир Васильевич когда-то эти разговоры и вел, я бы, вот как адвокат, хотел бы убедиться, что конкретно, какие он меры предпринял по организации мятежа. Кого он подготовил, кому он давал задание штурмовать воинские склады, кому дал задание подготовить отряды партизан, кому давал задание составить план захвата власти, что конкретно было сделано. А где танки, где базы, где боевики? Я продолжу. Потому что дальше, если бы они захватили 10 танков и угнали, это всего лишь был угон военной техники, хищение вооружения. И не более того, не более того, нужны доказательства того, что он реально собирался доехать до Кремля, равно сколько в Кремле, насколько я знаю, квартирует полков президентский, не считая СОБРов, ОМОНов и так далее, и так далее. И утверждение в том, что Владимир Васильевич, пенсионер, с пенсионером Киселевым, обоим 64 года, вдвоем пытались свергнуть власть. Ну, это оскорбление армии. У нас нет армии, у нас нет милиции, у нас нет СОБРов, у нас нет ОМОНов, а Альфа-то у нас тоже нету. Нету ни МЧС, ни ФНИФСИН. Я вообще удивляюсь, как их умудряется в течение двух лет еще содержать в тюрьме, как они оттуда еще не сбежали, не взяли власть-то. Ну, полная ерунда, ерундистика. Других каких-либо подтверждений, того, что планировался мятеж, нету, кроме разговоров. Нету ни постанцев, нету ни оружия, нету ни планов, ни боеприпасов. По сути, Владимир Васильевич судят за кухонные разговоры, за критику власти. Вы когда-нибудь говорили на кухне о том, что вам надоел Владимир Владимирович или, допустим, Анатолий Борисович? Значит, знаете, что завтра вы можете оказаться на скамье подсудимых, здесь, в Московском городском суде. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.